Привет, друзья, с вами Ваймс, я продолжаю проходить подробно, проходить Дарк Соулс, и в прошлый раз я прошел половину, можно сказать, глубин, я сначала пойду стукну босса, и после этого я буду проходить остаток глубин, потому что я не хочу, чтобы ко мне вторгались, ну и после этого я пойду в немножко другие места, вместо того, чтобы пойти дальше по этой ветке, просто потому, что я хочу вернуться в Firelink, посмотреть, что там люди говорят, и собрать всякой фигни, и показать еще пару вещей, ну ладно, в общем, босс в этом направлении, чувак здесь все еще сидит, да, все еще сидит, он потом отсюда переместится, то есть не нужно будет сюда каждый раз приходить, если вы хотите что-то у него купить или продать, ну, продать ему ничего нельзя, и в комментариях кто-то написал, что кристальное оружие не апгрейдится, возможно, я точно не помню, может быть и не апгрейдится, ну ладно, сколько у меня остуса? Пять, нормально, в общем, здесь что происходит? Ну, огромный зал, и в нем лежит какой-то лут, и это должно сразу, должно вам сразу говорить о том, что там будет босс или что-нибудь подобное, так же, если я туда не буду пока что спускаться, то я могу пробежать в эту сторону, и ничего здесь не получить, окей, я этажи путаю, эти этажи ниже можно что-то получить, если так же пробежать, ну ладно, в общем, помните, как его зовут, Чендлера, мага, который был выше на пару этажей? Если бы я его не убил, то он забафал бы босса, точно так же, как Чендлер перед горгульями бафает полых, то есть босс стал бы там в два раза дамаговее, и все, собственно, и сам Чендлер стрелял бы в меня своими этими магическими стрелами оттуда, так что не убивать его это плохая идея. Также здесь можно призвать Лотрека, он не Санбро, у него обычный белый знак, откуда у него медалька, которую он мне дал, хрен его знает, и да, он мне дал медаль света, едва теплая медаль, на которую выигрывает символ солнца, символ света, я хотел сначала сказать, нет, символ солнца. Честь и носить ее удостаивается тот, кто призвал воина света и достиг цели, это символ первенца повелителя Гвина, который потерял божественный статус и был стерт из аналов истории, но старый бог войны до сих пор пристально следит за своими волосами, Откуда у Лотрека эта медалька? Ну, может он Салейра куда-нибудь призвал или кого-нибудь, или еще что-нибудь подобное. И также здесь можно призвать еще и Салейра. Они оба абсолютно не помогают на этом боссе, и они на нем очень быстро умирают, и босс от того, что я кого-то призываю, он становится сильнее. Так что я не буду никого призывать. Босс этот на самом деле очень легкий, и если у вас есть электрический баф, а электрический баф можно купить чуть раньше, на этой же локации, то его вполне можно использовать. Я, наверное, не буду. Не уверен. Но босс уязвим к электричеству. Салейра. Хорошо. Продолжение следует... Да, как-то так. Разверстый дракон. Он дамаговый, он вполне может ваншотнуть. И когда он так вот опускает... Свою переднюю половину тела, то он после этого будет и так чарджиться. И это вполне может ваншотнуть как раз. То есть его этот чардж, он очень больно дамажит. Но после этого он стоит и ничего не делает. Несколько секунд, и можно его спокойно избивать. Ему можно отрубить хвост. Алибард для этого не очень хорошо подходит, правда. И за это дается оружие, если отрубить ему хвост. И также его голова, это его уязвимое место. Так что если я могу его пару раз ткнуть в голову до того, как он начнет перемещаться, то это довольно-таки хорошо. Но опять же, он уязвим к молнии. И... Собственно, все. Готово, хвост отрублен. Большая сикера края драконов. У него есть несколько атак, но в целом большую часть времени он делает вот эту хрень. И эта хрень это основная атака, во время которой его стоит убивать. При этом пока он двигается, он дамажит любым касанием. То есть даже если я к нему сзади подойду, то он все равно меня задамажит. Ну, кроме этого, он прыгает, он тыкает своими там конечностями разными. Вот так примерно. Ну, можно там 2-3 раза стукнуть в лицо, если... Ну, если достаточно быстрое оружие, ну и даже алибарда, я скорее всего там 3 раза могу его ткнуть и успеть убежать. Но я не хочу рисковать. Потому что это один из немногих боссов, который просто может взять и ваншотнуть большую частью своих атак. У него есть атака хвостом, которая немножко кривая, в том плане, что даже если отрубить ему хвост, она дамажит дальше, чем хвост визуально есть. Так что с этим надо быть осторожнее. Ну и естественно, если оставить ченнеллеров в живых, то все будет невесело, потому что он... В основном потому, что он будет стрелять фаерболами. То есть босс, то, что он дамаговее, ну он и так ваншотит. И от него и так легко уворачиваться, так что какая разница. Но эти магические стрелы, которые будут сверху прилетать, они неудобны. Прыгает он на месте в основном. Еще у него есть атака, когда он может заблевать всю комнату. И да, он сейчас ее сделает даже. Эта хрень не ломает оружие, насколько я помню. Ну и броню. Так что лучше просто отбежать. Ну босс долгий, но очень легкий. В том плане, что от всех его атак очень легко просто уйти. И никаких проблем с ним нет. Ну кроме того факта, что он ваншотит. Готово. Ключ от Чумного Горда. И также тот лут, который я здесь до этого видел, это стартовый... Стартовый эквип воина. Упс, так. Обычный шлем, прочный железный шлем. Очень распространенный вид защитного снаряжения. Обеспечивает достойный уровень защиты. Было бы разумно защитить голову от стрела, другого физического урона. Но с помощью прочного шлема. Он имеет баланс совсем немножко. Остальная броня воина не имеет никакого баланса. Описание тоже примерно такое же, как и у всего остального. Мне нравится, как выглядит эта броня, но она довольно тяжелая по сравнению с вором. Хотя если я сниму, не знаю, там, шлем и перчатки, то я могу без проблем перекатываться. Можно так побегать пока что. Также секира. На нее нужно 50 силы, так что я ее когда-нибудь очень нескоро, возможно, смогу показать. Эта секира из числа редкого драконьего оружия, изготовленная из хвоста развёрстого дракона. Дальнего вида изменившегося потомка присносущих драконов. Чтобы выпустить мистическую силу секиры, ее нужно держать обеими руками. Опять же, как и меч Дрейка, как и все, по сути, драконье оружие. Оно не скейлится ни от чего, но имеет много урона базового. И, в принципе, это довольно интересное оружие, потому что оно реально имеет много урона базового. 380, но если доапгрейдить, да, плюс 5, там, по-моему, 700, что ли, получается. То есть, даже учитывая, что оно не скейлится, достаточно визабельно. Хотя, конечно, требует 50 силы. И если у вас есть 50 силы, то вполне возможно, есть более хорошее оружие, которое скейлится от силы. Также нашел арбалет. Ничего интересного в описании. Из арбалета нельзя целиться в первом дарке. То есть, я могу из него стрелять, но у меня болты неэквипнуты. Но это все, что я могу делать. Ну, я могу менять болты, если у меня будет два вида эквипнута. Из луков, которого у меня пока что нет, из них можно именно прицелиться и включить, как бы, режим от... Не от первого лица, но... В общем, почти от первого лица. И будет прицел, и можно, собственно, прицелиться. Но из арбалетов хрен. Также, да, я в прошлом видео сказал, что... Кирк инвейдится бесконечно, если его не убить. Естественно, он не инвейдится после убийства боссов, потому что это то, как в этой игре реализовано вторжение. То есть, после того, как я убил босса, на этой локации никто не может ко мне вторгаться. Так что Кирк тоже не может ко мне вторгаться, так что его нужно убивать до... До босса. Ты что-нибудь новое скажешь? Нет. Так, ну, у меня есть... Ключ теперь новый. Ключ от чумного города открывает дверь в глубинах, ведущую в чумной город. Ключ для прохода в чумной город из глубин города нежити. Его проглотил разверстый дракон. В чумном городе бушует жестокая эпидемия. Даже оборванные жители глубин боятся ее. Они установили крепкую дверь в надежде, что она сможет защитить их. Открыто. Где-то было еще что-то про дракона, про этого написано. Я не помню, на каком предмете. Что у тебя в описаниях? Ну да, ничего интересного. Ладно. Ну и теперь уже я пойду... Глубже. Хотя... Нет, сначала я пойду потрачу души. 34 тысячи это достаточно много, так что я не хочу просто так идти глубже. Вдруг меня там кто-нибудь убьет. Два раза подряд. Это маловероятно, но... Это возможно. Тем более, может быть, Домнол что-нибудь новое мне расскажет после того, как я отдохнула костра. Новый уровень. Я думаю, я хочу поднять немножко силу. Потому что это, во-первых, урон. Во-вторых, я теперь, возможно, смогу использовать ту секиру, которую я здесь подобрал. В двух руках точно смогу. Вот эту я имею в виду. Да. От того, что я беру оружие в две руки, моя сила умножается на полтора. И я могу использовать эту секиру. Так что я могу двуточнему все это, по крайней мере, показать. Ну... Примерно то, чего можно ожидать от такой секиры. А силовая... Тоже примерно то, чего можно ожидать от такой секиры. С разбегом у нее, по-моему, крутилка. Нет. Возможно, в одной руке. После переката у нее крутилка, окей. Которая в стены врезается. Но эта хрень, она очень тяжелая. Ну, опять же, легче, чем большая секира крылья драконов. Но все-таки. И она довольно бессмысленная. Также я не могу все еще использовать этот меч, потому что ловкости нет. Окей. И все, больше у меня ничего не было интересного. Ладно. Поехали вниз. Не в Блайттаун. В Блайттаун я поеду... Позже. Сильно позже. Ну, не сильно позже. Но я хочу еще одну локацию перед этим пройти. И еще пару вещей показать. Упс. Упс. Да? Крысы, идите на... Крысы... Идите нафиг. Хотя бы не отравила. Могли бы еще человечность какую-нибудь дробнуть или еще что-нибудь подобное. И здесь есть вот эта вот хрень. Эта хрень очень подлая. Это василиски. Они делают вот такое вот облако дыма, которое накладывает проклятие. Проклятие это довольно ужасная хрень. Потому что если у меня наберется эта полоска, то, во-первых, я мгновенно умираю. Прямо здесь. И, во-вторых, это дебаф, который не снимается смертью. У меня режется жизнь в два раза. То есть у меня максимальная жизнь будет не 682, как сейчас, а в два раза меньше. То есть там 300-341. И снять это проклятие можно камнем, который продает Озвальт и торговка, которая в канализации была. И все, собственно. Больше его никак нельзя снять, по-моему. Так что веселье. Такие вот статуи остаются... Как бы здесь кто-то, другой игрок в своей игре здесь был проклят. Поэтому у меня здесь статуя такая осталась. Эти статуи тоже немножко мешают, потому что они динамически появляются. То есть она может где-нибудь рядом со мной появиться, пока я не смотрю. И они могут, например, появиться вот в этом проходе, когда я через него пройду и потом буду пытаться отступить. А тут статуя. У меня такое было вроде бы. Ну, помимо проклятия, Василийский ничего особого не делает. Но все равно здесь очень легко вот все вот эти вот дыры, которые были наверху в... Ну, вокруг крысы. Дыры в полу. Через некоторые из них, если вы проваливаетесь, вы можете оказаться там вплотную к Василийскому и словить проклятие сразу же. И это совсем не весело. Учитывая, что если у вас нет человечности, то у вас эта полоска заполняется раз в два быстрее, чем у меня. Ну, то есть она не то, что быстрее. Она заполняется так же, но она раз в два короче. А то все вообще нехорошо. В этом плане, во втором дарке механика проклятия мне нравится намного больше, потому что там оно... Ну, не является чем-то таким каким-то уникальным суперхреновым дебафом. Потому что во втором дарке вы при каждой смерти теряете максимум жизни немножко. Но когда становитесь человеком, вы восстанавливаете себе максимум жизни до обычного максимума. И проклятие там оно просто сразу дофига этого максимума снимает. То есть не как одна смерть, которая там процентов 10, а по-моему сразу до половины режет или типа того. Но там, по крайней мере, от этого избавиться легко. Потому что здесь, если я сейчас... Ну, если я сейчас ловлю проклятие, это не проблема, потому что я... Играл в эту игру, я умею в нее играть, разбираюсь и так далее. Но, если, предположим, я играл бы впервые и славил бы здесь проклятие, мне нужно как минимум выйти из глубин обратно на поверхность. Это уже далеко, долго и хрен знает, как туда добраться. И с половиной жизни вообще хрен знает, как туда добраться, потому что... Тут почти все у меня будет... Ну, не ваншотить, конечно, но очень быстро убивать. Так что... Да. Здесь лежит... Кольцо злого глаза. На самом деле не такая уж полезная штука, но я и клипну, потому что у меня все равно нет... Нет кольца. Если верить легенде, в этом кольце заключен дух злого глаза, темный тварь, напавший на Астору. Сила злого глаза непоколебима, и из погибших врагов иссасывается здоровье. Когда я убиваю врага, мне восстанавливается там 10, что ли, хитпоинтов или типа того. То есть очень немного жизни, но все-таки восстанавливается. Так что польза какая-то от этого есть. И наверху здесь нужно перепрыгнуть. Потому что там дра в полу, которая ведет меня, собственно, вниз, где я только что был, но... Нужно перепрыгнуть, чтобы забрать человечность. И, по-моему, это все, что здесь есть в этих подвалах. Правильно? Возможно, я ошибаюсь. Ну, здесь тупик. Внизу тупик. Здесь тупик. И здесь выход. Похоже, что все. Ну, ладно. Мне казалось, здесь как-то больше всего, но... Что поделать. Окей. Теперь я... Попробую еще раз спнуть домнала. Вдруг что-нибудь он скажет все-таки. И буду выбираться обратно в фаерлинг. Нет. Окей. Да, у меня под... Под полоской стамины теперь значок, что у меня это... Это кольцо активно. Ну, это значок бафа просто. Вот я убил крысу, и оно меня восстановило. Ну, кстати, не так уж мало жизни. Сколько у меня сейчас? 52. 82. Возможно, оно ровно по 30 восстанавливает. Не помню точно. Но в любом случае, это не так уж много, и оно не зависит от того, какого вы врага убиваете. То есть, в теории, да, если вы сражаетесь с огромной толпой очень слабых врагов, то оно будет восстанавливать много. Но это не такая уж частая ситуация. Окей. Пробежать здесь можно, по-моему, если даже просто так бежать, то ни один с вами на вас не упадет. Но лучше бежать аккуратно, чтобы не попадать под них в любом случае. Ну и на выход. Сейчас я не буду вырезать пробежку назад, потому что в прошлый раз я не показал, как, собственно, отсюда выбраться. Это очень просто, но все-таки. В общем, здесь вот можно спрыгнуть в воду. И по ней спокойно пройти. И я попадаю обратно туда, где я брал уголь. А! Ну, это повод... 82... 85? 415. Да, 30 получается. Похоже на то. Да, блин. Но как-то оно... Не каждый раз восстанавливает. Странно. Или я что-то не понимаю. По-моему, оно... Если я нескольких врагов сразу убиваю, оно всего один раз восстанавливает жизнь. Да? Блин. Ладно, пофиг. Жизнь не нужна. Теперь... Вверх. И как минимум, мне сюда нужно было бы прийти, чтобы избавиться от проклятия и иметь... 5 тысяч или 10 тысяч душ. Я не помню. По-моему, много оно стоит. Да-да-да, мох, вся фигня. 6 тысяч. Окей. Мох, который она продает, он снимает... Снимает не проклятия, снимает яд, блиды и прочую фигню. Но я его потом в другом месте достану. Бесплатно. И фаерлинг снова. На самом деле, почти все, что я сейчас... Ну, с начала этого прохождения делал, почти все это можно пропустить, если начать с отмычкой. И я, наверное, в этой серии покажу, как. То есть можно полностью пропустить весь город нежити верхний и нижний. То есть капрот Тауруса. Можно пропустить глубины. Что еще? Ну, уезд нежити нельзя пропустить, потому что горгулей надо убить. Ну, там можно просто зайти и убить горгулей и уйти, и пропустить всю остальную акацию. И опять же, сейчас я... Ну, не прямо... Ну, хотя, после того, как я в фаерлинге совсем разберусь, я покажу, как. И так... Ты скажешь мне что-нибудь новое? Нет, ты не скажешь мне ничего нового. Ладно. Как насчет тебя? Тоже не скажешь ничего нового, удивительно. Ултрек вообще опять пропал. Ты, естественно, не скажешь ничего нового, ты не можешь говорить. И у меня нет ничего, что улучшает Эстус. Окей. Петрус? Петрус вообще не хочет говорить. Ладно. Да, и, кстати, можно... Можно все пропустить, даже если не... Не стартовать с отмычки, но тогда нужно либо стартовать с... Классом Охотник, чтобы был лук со старта. Либо... Ну, достать где-нибудь лук. То есть, дойти до торговца в городе Няжите и купить у него лук. Но это я покажу совсем сильно позже, когда я, собственно, пойду в ту локацию, через которую нужно пробегать, чтобы это все пропустить. Ты тоже ничего нового не скажешь. Продай мне поджигание. И продай мне... Не знаю, огненный шар. И я подниму ученость на единичку. И я сейчас... Съем всякие души из инвентаря и подниму ученость еще на одну единичку, как минимум. Души в этой части эффективнее всего жрать, если их вот так вот эквипнуть, потому что я не могу сожрать несколько сразу. Если я нажму там сожрать одну душу здесь, я сожру одну душу, закрою инвентарь и мне придется снова все переоткрывать. Если я их поставлю на хот-бар, то я могу просто стоять и жрать их, не переоткрывая инвентарь. Сколько мне там нужно было? Семь тысяч или типа того? Ну, у меня еще есть души. О, они мне даже не нужны, мне хватает. Теперь у меня есть одна ячейка магии. Теперь я могу изменить заклинание и поставить сюда поджигание или огненный шар. Что-нибудь одно. И магия в Dark Souls работает очень интересно, потому что у меня есть ограниченное количество зарядов. То есть у меня 16 зарядов поджигания. Если я использую поджигание, вот что оно делает. Оно тратит заряды. Если они кончатся, я не смогу ничего делать. И заряды восстанавливаются, когда я отдыхаю у костра. Если бы я купил или достал где-то еще одну копию заклинания поджигания, то я мог бы... И у меня была бы еще одна ячейка, естественно. То я мог бы эквипнуть две копии и получить в два раза больше зарядов. И так далее. Так что в этом плане мне нравится, как работает магия. Это нестандартный такой... Ну, как нестандартный? В ДНД у кого-то так работала магия. Там у одного из классов магов. Что у него ограниченное количество зарядов у заклинаний. И при отдыхе он... Восстанавливает их в третьем ДНД. Или не в третьем. Ну, в общем, не в самом последнем. Самый последний хрен знает как. Но все-таки редко встречается такая система. И от того, что я улучшаю пламя пирамантии, у меня увеличивается урон этого поджигания. Так, теперь... Что касается... Пропуска всего. Я не ходил сюда пока что, но я могу пойти сюда. Нет особого смысла идти сюда в начале игры, если у меня нет отмычки. Потому что... Ну, здесь можно подобрать пару предметов. И за магой есть смысл идти сюда, потому что тут есть торговец, который продает магию. Ну, в общем... Я попадаю в такое вот достаточно унылое место. Здесь лежит душа. Здесь есть толпы полых, которые на меня не реагируют. Руины нового Лонда. И если я вот сюда вот спущусь, здесь есть магический кузнец. Рикард из Винхайма. А как мага звали? Григс из Винхайма тоже. Что это? Что это? Ты... О, нет. Не волнуйся. У меня нет мечты для отмечения. Это безопасно здесь. Я не могу подумать о том, что идти в холлое. Хотя, я должен отметить, что у меня не было много. Как это? Я могла создать твои оружия. Но, конечно, с довольно минимальными инструментами. Я покажу вам, что я лучший в Винхайме. Окей, он кузнец. Он делает оружие магическим. Он апгрейдит оружие, как и все остальные кузнецы. Он апгрейдит броню, как и все остальные кузнецы. Он чинит все. Сколько у меня, кстати... Ну, чуть сломано. Нафиг. И он продает... Магию. Тяжелая стрела души и обычная стрела души. И также он продает посох. Так что, если вы не начинаете магом, вы можете сюда прийти и купить себе заклинание и посох. И пользоваться магией до того, как вы найдете YX. Или даже, если вы начинаете магом, вы можете купить здесь тяжелую стрелу души. И вторую копию обычной стрелы души. Оно не очень дешево в самом начале игры, но все-таки. Что это? Нет, что говорить о том. Мы both уничтожены. Но... Что там действительно есть? О, Биг Хан. Конечно, я слышал его. Кто не знал? Он был роман в школе Драгонской. Пока он превратился уничтожен. Я слышу, что он был довольно персонаж. Логан, большая шляпа. Опять же упоминается. Логан, большая шляпа. Опять же упоминается. Попять же уничтоженцы. Что это? Что это? Ничего не будет говорить. Ничего не будет говорить. Мы both care. Все, больше ничего не будет говорить. Пока что. Ладно. Кроме этого, здесь есть... Если пройти в эту сторону немножко. Здесь есть сток. Рапира такая. Эсток. Не знаю даже, как в этой части. Я его никогда особенно не юзал. Но во втором дарке эсток. Это мое любимое оружие для ПВП. Ну, это рапира. Он тыкает. На силовой атаку он рубит. Что удобно. В второчном хвате он тоже тыкает. И тыкает. Все, собственно. Больше ничего говорить. Ну, это, по сути, рапира у которой есть такие вот рубящие атаки. С прикольной анимацией. А, и... Он скейлится от ловкости чуть лучше, чем от силы. Он требует довольно мало всего. То есть, можно в самом начале игры прийти сюда взять этот тесток и с ним ходить. Он слабее по урону, чем обычные рапиры. Но он длиннее. И он, собственно, имеет рубящие атаки, что полезно. Ну, в целом нормально. Что у него там? После... С разбега выпад. После переката. Тоже выпад. И в дуручном хвате. С разбегу. Тоже выпад. И после переката. Тоже выпад. В втором дарке у него в дуручном хвате тоже есть рубящие атака, насколько я помню. И эта рубящая атака, она очень хорошо там достает всяких перекатывающихся врагов или тех, кто там далеко. В общем, она именно хороша тем, что она рубящая, широкая и дальнобойная. Но в первом как-то не знаю. Мне он, возможно, меньше нравится. Я не помню. Я его никогда особенно не юзал. Ладно. Если я пойду дальше в эту сторону, то там смерть, боль, страдания и все тому подобное. Так что я не пойду дальше в эту сторону. Вместо этого я развернусь. И пойду вот сюда. Сюда я не мог бы пройти, если бы у меня не было отмычки. Но здесь есть дверь. Ключ от нее я потом расскажу, где лежит. В общем, если я пойду... Если я подберу душу безымянного солдата. Если я пойду в эту пещеру, то я пропускаю глубины и первую половину чемного города и нижний город нежить и все тому подобное. И пропускаю. Это как бы выход оттуда, куда я попаду через все это. Если я пойду в эту сторону, то... Ну, ладно, я пробегу. В принципе, да, я здесь пробегу и... Хрен с ним. Да, пробегу здесь и все здесь сделаю. Это как бы не то, чтобы особенно... Правильное место, чтобы мне здесь сейчас быть. То есть враги на этой локации. Это Долина Дрейков. Долина Драконов она, по-моему, в русской версии называется. Но она Долина Дрейков. Здесь враги достаточно хайлевельные и дамаговые. И у меня будут проблемы с ними. Но я могу просто пробежать мимо всего. Этот дракон, он... Он не мертв. Он просто спит. И он охраняет... Не помню, какой из предметов мне нужен из того, что он охраняет. Не этот. Он проснется, если я особенно активно буду подбирать здесь лут. Да, вот этот мне нужен. Асторский прямой меч. И... Да. Этот дракон, это еще одна вещь, которая может мне ваншотнуть легко. Практически независимо от уровня. И от количества жизни. Ну, то есть, может быть, если особенно сильно качаться в жизнь, то можно его пережить. Удар. Но... Большинство персонажей он просто ваншотит своими атаками. Ммм, ты снова здесь. Практически. Какой Лаврый. Твоя ли? Твоя умения уже падает. Но есть методы. Многие have умения. Многие умения имеют более чем они знали, что с ними надо сделать. Теперь. Кто вы думаете, сделает это лучше? М-הмм? О. dossель. Я считаю поздравление. Окей, ну, она всё ещё ничего не скажет. А, он мне сейчас скажет, что я полый. Ну, окей, в общем, это часть туториала, которую я пропустил, потому что я с ними никогда не говорил, когда я был полом. Ну, в общем, как получить человечность? Либо убить кого-нибудь, если я убью какого-нибудь из живых NPC, то мне это даст человечность. Либо, ну, просто найти человечность, либо призваться к кому-нибудь. То есть, если я оставлю белый знак где-нибудь, меня кто-нибудь призовёт, и мы убьём босса, то это даст мне человечность. Да-да-да. У многих персонажей такие особые ответы, если от них просто уйти, не попрощавшись. Так, ну, пока что... Ну, я в лифте почитаю, у меня сейчас Тора. И я лифт обратно не отправил. Почему я лифт обратно не отправил? Потому что я хотел подниматься назад на лифте. И не идти через долю на дрейков. Окей. Так. Прямой меч Асторы, или как он там называется? Асторский прямой меч. Прямой меч неизвестного рыцаря, скорее всего, одного из правителей Асторы. Благословлённое оружие отличает отличного качества. Это оружие веры. Оно магическое, у него есть... Сейчас я отправлю лифт назад. У него есть 14 требований от веры, скейлинг от веры, магический урон. И у него есть внизу вот этот дополнительный эффект. Белое кольцо и 120 написано. Это множитель святого урона. То есть 120% урон по врагам, которые слабы к святому урону. И это, собственно, во-первых, оружие, которое наносит магический урон. Так что оно может быть эффективно против всяких вот этих вот слаймов и прочей хрени, которая сопротивляется физическому урону. Во-вторых, он убивает скелетов в катакомбах. Потому что там, ну, мы уже слышали, что святое оружие нужно, чтобы убивать их насмерть. Это считается святым оружием. И также у этого меча очень хороший поначалу урон. То есть если у вас есть 14 веры, и вы можете просто пробежать сюда с отмычкой. И взять отмеч в самом-самом начале. То он там до середины игры очень хорошо себя ведёт. Потому что у него просто, собственно, куча урона. И при этом по муфсету это длинный меч обычный. Он чуть-чуть короче, чем длинный меч, по-моему. Но муфсет абсолютно такой же. Так что я его особо показывать не буду. Хотя я, по-моему, не показывал муфсет длинного меча, потому что у меня его нет. Но пофиг. В общем, обычные удары. Ничего особенного. Где моя алебарда? Теперь что касается этого большого толстого дракона-зомби. Он опасен. Ну, собственно, ваншотами. В основном. Если бы у меня был лук или что-нибудь подобное, то я мог бы его расстрелять абсолютно безопасно. Потому что если я здесь стою, я могу его атаковать. Он мне не может ничего сделать. Альтернативно я могу просто... Упс. Своить токсин, да? Это хорошая идея. А, блин. Эти ауешки, которые визуально пропадают, но потом еще остаются 40 минут после этого. Они меня абсолютно бесят в этой части. Стукни меня лапой своей. Не хочет. Я могу мимо него пробежать вот так. Я, наверное, сейчас это сделаю и потом буду разбираться со всем остальным. Потому что он мне не дает к себе подойти. Так что дальний бой это действительно лучшее оружие против него. Я мог бы покидать у него огненные бомбы, но у меня на него их не хватит. Если я пойду дальше, мне стоит взять щит с резидентом к молнии. Любой. 50, 65. Сойдет. И у меня... Перекат ухудшился. Так что я уберу альбарду, потому что мне сейчас нужен только щит. Здесь живут вот такие вот дрейки. Они выглядят точно так же, как дрейк, хелкайт, который на мосту был, только они маленькие. И они атакуют электричество вместо огня. Черт, они очень любят меня двигать своими крыльями. В том числе и в пропасть, да. В общем, как я уже сказал, это не та локация, где мне нужно быть. Я просто показываю, как можно пропустить начало игры, по сути. Это такой спидранерский вообще маршрут. Вот, сюда сразу бежать. Там какой-то есть, как бы, разница в анимации, когда он дышит вперед и из стороны в сторону. И, как бы, если знать эту разницу в анимации, то нужно, там, либо вправо, либо влево уворачиваться. А если я перейду через мост, там, поднимусь по лестнице, то там лежит офигенное кольцо, но я пока что не хочу с этим связываться. И здесь есть лифт. И за лифтом... За лифтом есть костер. Точно так же можно пропустить, собственно, если бы у меня не было, как оно называется, если бы у меня не было ключа, то я мог бы в обратную сторону пройти. Я сейчас приду к Андре в итоге. От Андре я мог бы сюда пробежать и попасть в Блайттаун через выход и попасть почти к боссу там. Ну, собственно, просто в ту пещеру зайти, в Толине. И... ну, лучше не будить дракона при этом, потому что его обойти в ту сторону намного менее удобно. Но все-таки. Окей. И, в общем, это меня все выводит... Мне нужен щит-мишень. Да, у меня перекат испортится, но... Мне нужно парирование. Это меня выводит, во-первых, к черному рыцарю Салибарды, во-вторых, к козеру темных корней. Этого чувака относительно легко парировать, и его легко бэкстабить, и его здесь можно очень легко скинуть в пропасть бэкстабом, если все правильно сделать. То есть его можно убить даже абсолютно... абсолютно трешевым оружием. Ну, в данном случае я его убил просто так. Он иногда дропает свою алибарду, и его алибарды — это одно из лучших оружий в игре. Но не повезло. Также здесь лежит травяной щит. Травяной щит — это тоже один из лучших предметов в игре. Старый металлический щит неизвестного происхождения. Изображение травы излучает слабую магию, ускоряющую восстановление стойкости. Он... ну, вообще-то, металлический. В общем, когда он у меня в руках или на спине, у меня стамина регенит быстрее. И это офигенно. Но, к сожалению, у меня нет переносимого веса, чтобы с этим что-то сделать. То есть, опять же, спидранерская тактика — сюда сразу прибегать, взять кольцо там на мосту. Там его можно взять не умирая, но у меня это вряд ли получится, потому что я не помню, как именно. Скинуть рыцаря в пропасть, получить алибарду, получить щит и проходить игру с алибардой и щитом. И если алибарда не дропнулась, то перезапустите и снова попробуйте это всё. Потому что сюда бежать, ну, не знаю, там, минуту с самого начала. Перезапустите, в смысле вообще пересоздать персонажа, потому что чёрный рыцарь не респаунится. И теперь, если я поднимусь сюда, то я могу взять лук. И стартовый шмот лучника. Этот лук покруче, чем стартовый лук охотника лучника. И эквип лучника кожаный. По отборному привык. Кожаный эквип. Как-то так. Нормально. Ну и лук этот мне пригодится потом, но сейчас он мне не нужен. Также здесь есть ящерица. Опять же, она исчезает, если её не убить, и она дропает. Мерцающийся титанит, гарантированно две штуки, и она может дропнуть что-нибудь ещё. Какой-нибудь ещё тип титанита. К сожалению, мне не повезло здесь. И после этого я поднимаюсь вверх. И здесь живёт злой укроп. Который на самом деле довольно трэшивый. У них нет стабильности, так что их стагерят любые атаки. У них есть граб один, который дамаговый и... Может меня кинуть под карту. Да. Но это единственное опасное, что у них есть. И я попадаю вот к этому вот демону. Который должен быть вам уже знаком, потому что я его уже видел. Я пока что пробегу мимо него. Он стреляет молниями, но в дальнем бою он кроме этого ничего не делает. А молнии его, они... Очень медленно летят. Так что если я хоть как-то двигаюсь с абсолютно любой скоростью. То они в меня не попадают. Ну, двигаюсь. Естественно, если я двигаюсь к нему или от него, то они в меня попадают. Потому что... Да. Но кроме этого. Всё абсолютно халявно. И я попадаю к Андре. Окей, кто-то попросил показать... Мувсет. Стоп, это усиление. Показать мувсет. Вот это вот хреновина. Клевец. Ну, довольно медленные удары, похожие на стартовую мою секиру. В дуручном варианте. Тоже. Оно как топоры и алибарды. У этой фигни у неё... Как это сказать? Особое... Свойство, что если я промахиваюсь, у неё анимации дольше. То есть если я попадаю, я смогу чуть-чуть чаще бить. Силовая атака. Опять же из стороны в сторону. С разбегу одноручная. Так. После переката одноручная. Вертикальная. И двуручная с разбегу. И... Двуручная... Упс, нет, это... Это было обычное после... В смысле, это было обычное двуручное. Вот так как-то. Не знаю, мне не нравится. Так, ну и как-то затянулось это видео со всеми этими... Со всей этой беготнёй по долине. Так что, наверное, в следующий раз я пойду в сад. А на сегодня на этом всё. Что у меня ещё есть? У меня есть один большой осколок, так что я могу... Ну, я могу у костра это сделать. Прямо играть ещё раз алибарду. На плюс семи. Соб... А, да, причините оружие у меня есть. Ну ладно, в общем, в следующий раз... Ну и, собственно, если бы я так пробежал с самого начала, я мог бы отсюда выйти, пойти убить горгулей и пропустить весь город нежити и почти весь уезд нежити, и глубины, и вообще всё подряд. Ну, в следующий раз я пойду в сад. С ним разберусь. И после этого, там, через одно видео, наверное, я уже пойду в сторону Блэйдтауна. Ну, а на сегодня на этом всё. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok